В Актюбе продолжается работа по уборке дворов, территории, организации и частных предпринимателей. Напомним, что Акимом Актюбинской области был объявлен двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству. Некоторые улицы уже очищены от мусора, а некоторые жители до сих пор не приступили к делу. Совместно с проверяющими наша съемочная группа побывала на некоторых улицах города. Так, уполномоченные работники обошли территорию частного сектора по улице Алтаниемель и провели разъяснительную работу. Жителям, чья придомовая территория была загрязнена, были сделаны предупреждения. Также для выяснения причин скопления мусора по некоторым из них были вызваны сотрудники правоохранительных органов. Одна точка мусорных контейнеров на несколько многоэтажек и частный сектор. Скопление негабаритного мусора на территории мусорных контейнеров. Плохое расположение – это то, на что жаловались жители. Также рейдом были охвачены предприниматели. Владельцам магазинов на первых этажах и их сотрудникам объяснили, необходимо следить за чистотой в пределах положенных 5 метров их заведения, после чего сделали предупреждение. Если при повторной проверке на их территории выявят неубранный мусор, предпринимателям будут выписаны штрафы. Каждый день проводим рейды. У нас по городу, соответственно, созданы группы. Группы проводят рейды, разъясняют по каждому квартиру, по каждому дому, по каждому объекту, по предпринимательскому. Мы проводим рейды, объясняем, разъясняем это все и прям ходим и смотрим до полной очистки своих дворов, территорий. Согласно административному кодексу, предусмотрены штрафы. Штрафы тоже немаленькие, большие штрафы. Но мы сейчас эти меры не принимаем, пока мы проводим разъяснительные меры. А если человек уже не понимает, то уже мы работаем с правоохранительными органами совместно. Наряду с примерами халатного отношения горожан к чистоте своей территории, есть и образцовые дворы. Несмотря на то, что дома относительно новые, но видно, что здесь люди делают уборку без лишних напоминаний. Каждый субботник они дружно выходят, чтобы навести порядок. У нас жители все неравнодушные, небезразличные. Каждое событие у нас обсуждается в чатах. Мы обязательно выходим на субботники. Мы занимаемся не только посадкой деревьев, посадкой цветов. Мы за ними ухаживаем с любовью. Наши дети всегда учатся, воспитываются на этих примерах. И мы всегда держим свой двор в чистоте, в порядке. Стремимся к тому, чтобы мы жили... Была эстетика. Эстетика красоты, гармонии, чтобы мы с вами могли жить в этом мире. В гармонии. И тогда получится так, что каждый человек будет чувствовать свою ответственность. Не только за двор, но и за наш город, за нашу страну. Будем патриотами. Давайте будем в чистоте хотя бы держать свой двор. По области, в том числе в городе, объявлен двухмесячник по субботникам, по санитарной очистке. На сегодняшний день нами проводится активная работа по разъяснению данных правил по благоустройству, санитарной очистке. Да, жителям города Ахтубе. Вы сами видели, есть у нас чистые дворы, которые еженедельно проводят свои субботники. То есть это жители, кондоминин, КСК, все выходят, дружно проводят. Но, к сожалению, есть некоторые дома, вы тоже эти дома видели, которые недружно выходят. Можно сказать, некоторые вообще не выходят, где есть грязные двора, придомовые территории. Мы этих хозяев предупреждаем, потом опять приходим, смотрим. Если они не убирают, уже принимаем соответственностью меры согласно административному кодексу. Акимат города Ахтубе обращается к жителям города, руководителям предприятий всех форм собственности с просьбой активно участвовать в субботниках. Напоминаем, что жители и предприниматели обязаны самостоятельно вывозить габаритный мусор на полигон. Так что, если у вас есть старая мебель или сломанная бытовая техника, то лучше уже сейчас отправить ее на свалку. Тем более, что до конца двухмесячника полигон будет принимать габаритный мусор бесплатно. Зарина Удбанова, Руслан Ельтаев, телеканал Ахтубе.